Всем привет! Меня зовут Алексей Андрианова и это видео для тех, кто еще не купил кому-то подарок на Новый год, кто еще не украсил свою комнату или у кого еще просто нет новогоднего настроения. В общем, для тех, кто опаздывает и кто делает все в последний момент. Поэтому давайте же скорее начнем и не будем оттягивать этот момент. Все, встретимся где-то там. Итак, первое, про что я расскажу, это идеи подарков. В моем видео будут, так скажем, сладкие подарки, то есть подарки из всяких вкусняшек. Почему их? Потому что в последние дни, в последние годы появилась куча всяких корейских, японских и так далее магазинов, в которых можно купить кучу всего прикольного и ваши друзья будут рады. Эта фишка вкусных подарков это то, что с ним не прогадаешь, только если у вашего друга аллергия, пожалуйста, заранее узнайте. Вот. И также обязательно покупайте необычную еду, то есть если вы просто купите какую-то обычную молочную шоколадку, то, естественно, ваш друг этому обрадуется, конечно, но не так, как если бы вы купили ему, например, жвачки в форме персиков. Хм, ну вы поняли. Поэтому смотрите, какие вкусняшки подобрала я. В первый подарок я кладу шоколад, чупа-чупс, вкусный батончик, конечно же, жвачку и моего любимого пряничного человечка. Также я решила прикрепить бантик, и первый подарок готов. Второй подарок это чупа-чупс, конечно же, елочная игрушка. Также я кладу туда милый пряник с собачкой, очень вкусную апельсиновую жвачку мамбы, я ее очень люблю, и шоколадные ракушки. Следующий вариант подарка это новогодняя открытка. Такой вариант подойдет для каких-то учителей, классных руководителей, или даже для младших братьев и сестер, которым особенно не нужен какой-то замысловатый, так скажем, подарок. Для открытки нам понадобится белый лист, темно-зеленый лист, коричневый лист и светло-зеленый лист. Складываем заготовку пополам. Затем из светло-зеленой бумаги вырезаем вот такие вот полоски. Теперь мы складываем все полоски гармошкой. И из желтой бумаги вырезаем вот такой вот треугольник. Смазываем кончики бумаги клеем, и приклеиваем к основе. Вот так вот. Также из коричневой бумаги нам нужно сделать ствол. И добавив пару надписей, вот такая открытка у нас получилась. Следующий подарок это пряники, вкусный батончик с маршмеллоу, конфеты с марципаном и орехами, и, конечно, чуба-чубс. Все. Следующий подарок это жвачка. Жвачка. И еще одна очень необычная жвачка с персиками. И также я решила добавить бомбочку из лаж. Мне кажется, любой будет рад такому подарку. И также в лаж я купила два готовых подарка, и не собираюсь останавливаться на достигнутом и, так скажем, купленном. Из украшений моей комнаты я расставила всякие новогодние фигурки, поставила маленькую елочку, новогодние игрушки. Также у меня тут стоит новогодний венок. Я повесила новогодние гирлянды, новогоднюю снежинку. Также я разложила в моей комнате всякие новогодние маленькие веночки, знаете, которые состоят из всяких подарочков, веточек. И, в общем, вы понимаете, о чем я. И также на свою стену прекрасную я прикрепила листик под названием «Итоги года». Там такой список, как лучшие сериалы, лучшие знакомства, мои достижения и подобное. И еще я сделала календарь. Он называется «Адвент календарь», по-моему, который ты делаешь только на один месяц. Я сделала 31 день до Нового года. И там необычные числа. Там числа в виде шариков. Поэтому вот так. Если тебе понравилось это видео, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал и напиши в комментариях, а ты уже готов к Новому году? Ну и все. Я желаю тебе очень хороших праздников, и чтобы ты не потолстел или не потолстела на 10 килограмм, так как мы все знаем, что это очень тяжело, потом это все сбрасывать. И, конечно, спи побольше и оторвись по полной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok